Добрый день у этом выпуску глядится. Над горы отбилась на объемах на рыхтовки ягод. Кольки чагу с бяром селетним сезоном. Отказы у нашим выпуску. Быть уважливыми каля пешеходных пяроходов и велосипедистов просить водителям Держаутоинспекция. Дитяши турнир по футболе Кубок Двора меркует выйсти за рамки города. Кто им звуляет в наступный раз, расскажет Илья Соболев. Махилевское областное управление внутренних справ по выниках деяностей в первом погоде находится на четвертом месте сярод инших областей города Минска. Прагыта поведомил намесник министра внутренних справ Беларуси Юрой Караю подчас коллегии областного ведомства. На Магилюшчине назирается знижение злочинности в параунании с аналогичным летышним периодом. Нема нераскрытых забойствов. На 12,2% зарегистровано менш тяжких и особливо тяжких злочинствов. Разом с тем погаршают агульную ситуацию нераскрытые злочинствы минулых годов. Так само Юрой Караю отзначил, что есть особные недохопы в работе Магилевской милиции. Але над их выправлением есть кому працавать. А имкнение до первого места у республицы не повинно стать самым этой, головная у иншим. Отношение на руководство государства, руководство Министерства внутренних дел такое ревностное, такое трепетное. Поэтому такие показатели, как дойти до каждого, раскрыть каждое преступление, особенно это касается особо тяжких, там где большой резонанс, это и есть честь милиции и оправдание того, для чего она вообще существует. То есть не бывает так, что подумаешь, одно не раскрыли. Нет, до каждого дойти, чтобы не было ни одного. Протстовники, выканавшие улады грузинского города Батуми, наведали Бабруйск. Гостей текавила Бабруйская тракторная техника, предприемство легкой промысловости, перепрацовки. Старшиня Бабруйского агар-выконкам Александр Студнева значу, что такое сяброство да поможет значительно повеличить махчимость реализации белорусской продукции в Каукасском регионе. Они уже заинтересовались. Легкая промышленность им интересна. То есть спектр всех тех услуг, которые есть в нашем городе и те предприятия, которые выпускают нашу продукцию, как и легкую, так и промышленность. Як отзначил Александр Студнев, ця перешняя сустрэча открывает перспективы супрациониста у сферы туризму. Город на Березине и Батуми подписали протокол про сяброуство и супрациониста. Ця перу Бабруйска два грузинских рады-пабратимы. Так, подчас девятого международного инвестфорума «Млын-поспеху» протокол по развитию сяброуских относинов был подписан с муниципалитетом города Кабулетти. Пытание развития социально-культурной сферы, адукации, а так само аховы здоровья, спорту и туризму можно будет задать в субботу, 15 липеня. В этот день традиционную прямую телефонную линию проведет наместник старшини Абл-Ваканкама Андрей Кунцевич. Телефоновать можно с 9 до 12, 1 по номеру у Могилеве 50 18 69. Так само подчас телефонной линии можно выказать зауваги по оздоровлении, санаторно-курортном лячении, социальной обороне и ахове працы. У той же час промые телефонные линии пройдут во усих городских и районных выканавших комитетах в области. Наприклад, у Могилевским гарваканками телефонование примет наместник старшини Алла Галушка. Телефонуйте по номеру 42 21 02. А у Бабруйским гарваканками на пытание откажет наместник старшини Игорь Кисель. Телефон для совези у Бабруйску 76 21 41. У Могилеве автомобиль сбил 13-годового школьника. Авара отбылась на перекрыжевании Минской шаши в улице Калиновского. Як поведомляюць, у дяж аутоинспекции 13-годовый велосипедист пересекал проездную частку дороги по регулируемым переходе, але не спешився. У гэты момент ён трапил под кола автомобиля БМВ, який поворочивал на улицу Калиновского. Увы, некуда ты зэпатярпелага шпитализывали. Супрацовники дяж аутоинспекции просить водителям быть надзвыше осторожными при подъезде до пешеходных переоходов и больше уважливыми до велосипедистов, особливо малолетних. И до инших тем. У Могилёвской области распочалась нарыхтока лясной и сельско-господаршей продукции. Однако селетний сезон для нарыхтовщиков вельми складаны. Майские заморозки, да и теперь холодное мокрое лето отбиваются на ураджаях, у тым ліку и дароу лесу. Сезон сбору лясных ягод и хрыбов для многих селянов способ зарабить. Летость только за чарницы спаживецкие товарыства Могилёвской области выплатили полтора миллиона рублёв. Их это добрые зарубки. На фоне ураджайных на лясные дары опошних годов тяпер люди скардицца на надто малую колькасть ягод. Нават з улікам таго, што Абл спажив Союз, паднял закупочные цены и платить прынамся за килограмм чарницов 3-3,5 рублей. Тым не менее, вязковцы и нарыхтовщики продукции чакают, што будзе багатых рыбов и увосень журавинов. Добрые прогнозы на ураджай капусты, морквы и бульбы. А вот с яблыками могут быть проблемы. С нагодой сезона нарыхтовок интервью телерадиокампании Могилёв даў намесник старшыни правленья Абл спажив Союза Александр Уткин. Объёмы несопоставимы упали. Если в прошлом году мы более 700 тонн заготовили ягоды, в этом году, конечно, ещё пока даже похвалиться нечем, ещё 10 тонн даже нет. Ой-ой-ой, а 700 тонн – это что? Это была только черника? Да, только черника. Черника и голубика немножко. 700 тонн и 10. Вообще такие цифры совершенно несопоставимы. Но это не конец сезона? На что вы рассчитываете? Сезон, конечно, не конец. Сезон, скажем так, только в самом разгаре, потому что в этом году в связи с погодными условиями всё-таки период созревания больше, чем на 2 недели, нет, а 10 и больше даже сместилось. Период созревания сельскохозяйственной и декорастущей продукции в целом. Интервью Александра Уткина про усе нюансы сезона нарыхтовок глядите у информации на новоэтичной программе «Днями». Команда Степановичей стала первоможцем 10-го детячего турниру по футболе «Кубок двора». Братьбу за медалей вяли больше за сотню юных футболистов. За игульными сочи у наш корреспондент Илья Соболев. Сё лето «Кубок двора» юбилейный. У десятый раз Могилёвская детва проводит лето за футбольными баталиями. Турнир по праву носит имя своего створальника. Миколай Иванович Подшиваленко, ветеран Великой Айчиной войны и ветеран спорту, пайшов життя. А лес поборництва его имя протягивают жить. Он серьёзно относился к этому турниру. Он считал, что это необходимое. Ну и вот время показывает, что, наверное, это так. Нужно проводить этот турнир, нужно детей как-то приспосабливать к жизни. Жизнь – это труд. И чтобы добивались своей цели. 27 встреч за три дни. Специалисты отзначили матч за медали, нагадывали гуль непрофессийных команд и стали саправдным упрыгожением с поборництвом. Откровенно скажу, что получилось иное удовольствие, глядя на игру ребят. И ещё раз убеждаюсь, что действительно Могилёв и Могилёвщина очень богаты талантливыми футболистами. Суть только одна – это как сохранить, вырастить. Это всё достояние такое наше. Без поражения у доголовных о матчу-турниру добрались от команды Степановича и дейший уладальник трофея «Арыйон». Шампион сдал позиции. Степановичи были моцней 4-1 и стали пероможцами Кубка двора 2017. Мы уверенно шли по всем дистанциям, одержали победу над всеми командами. Я сам забил 4, было не очень сложно. Мы рады этой победе, надеемся, что в следующем турнире будем занимать первые места. В финале уже, наверное, просто испугались немного, поэтому так всё пошло. Мы могли выигрывать, моменты были. Весело провели время, познакомились со всеми разными командами, нашли много новых друзей и всё остальное. Конечно, хотелось получить Кубок, но не получилось. Организаторы сподзяются, они у забави. Турнир выйдет за рамки города. На Кубок двора плануют запросить команды с райцентров в области и городов по Братимов Могилёва. Илья Соболев, Александр Тарасов, Новинрегиона. У Бобруйска у ночи на 14-е липеня выпала практически декадная норма опадков. 20 мм, а это 70% от декадной нормы, поведомили у Аблгидрометии. Таким чином, за эти сутки в городе на Бярызине пройшли самое мощное в области дожды. 13 мм опадков зафиксовано у горках. А вот на остатней территории Могилёвщины за ночь выпало не больше 1 мм. На выходные синоптики не дают оптимистичного прогнозу. Короткочасовые дожди прогнозуются и в субботу, и в неделю. А температуры будут невысокие. В субботу по области от 18 до 20 выше за 0. В неделю плюс 14-19 градусов. Зато из понеделка меркуется потепление до плюс 24 и переважно без опадков. У автора кассираду попереднее от 20 до 27 градусов. Такое воздевосное лето. Наши новины доступны на сайте tvrmogilov.baino. Я с вами развитываюсь от доброго настрою. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!